Я познакомилась с парнем, который очень сильно мне понравился и соответствует всем моим ожиданиям. Но есть один минус. У него маленький рост. Вопрос, стоит ли мне дальше с ним встречаться? Я выдала дочь замуж. Поняла, что выдала дочь за тирана. Они не дают мне с ней общаться даже по телефону. Как надо относиться к ребенку, особенно к девочке? Ничего не нравится ей, в классе ни с кем не дружить. То, что знает в классе, не может ответить. Как правильно поступить с мужем? У меня к нему пропал весь интерес и боюсь, что любовь тоже. Дело в том, что он балуется наркотиками. Много смотрю ваши рубрики и следую вашим советам. Решил бросить универ и пойти работать, чтобы найти способ заработка в бизнес-недвижимости. У моей жизни очень тяжелый характер. Проживаем совместно, но у нас ссоры каждый день. Вроде я работаю, обеспечиваю, не пью, не гуляю. У меня такой вопрос. Я познакомился с парнем, который очень мне понравился. И в целом это взаимно. Мы нравимся друг другу. Мы очень хорошо друг друга понимаем. И во многом похоже, но у нас разные религиозные понимания. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели, зрители. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы до Влатова». Сдавайте актуальные вопросы, и мы всегда отвечаем. Дорогие друзья, я хочу несколько вопросов ответить. Я познакомился с парнем, который очень сильно мне понравился и соответствует всем моим ожиданиям. Но есть один минус. У него маленький рост. И когда мы гуляем, мне кажется, что все над нами смеются. Вопрос. Стоит ли мне дальше с ним встречаться? Если меня это чуть-чуть напрягает, и может ли это помешать нашему будущему? Как сделать так, чтобы не замечать это? Дорогая моя, твоя семейная счастье от роста много чего не зависит. Это в начале молодей годы как-то это все интересно, чтобы был рост, вот такой красивый, прямо как мачо и так далее. Но поверь мне, человеческие его ценности, мужественность важнее, чем его рост. Если его поступки соответствуют, его критерии соответствуют, то, что ты мечтаешь, то, что ты хочешь, так что выходи замуж, несмотря на рост и так далее, потому что это мелочь. Ты со временем поймешь, что человеческие ценности намного важнее, чем рост. Аноним. Добрый день, уважаемый Санур Раджавич. У меня такая ситуация, я видела, я выдала дочь замуж. И поначалу все было хорошо, но со временем я поняла, что выдала дочь за тирана. Они не дают мне с ней общаться, даже по телефону. И она звонит мне только тогда, когда уходит подальше от дома, чтобы никто не видел. Возможно, они даже искажают религию ислама, не разрешая мне общаться со своей дочерью. Я очень соскучилась по дочери и не знаю, что мне делать. Я ей предлагала забрать ее оттуда, но она за своего мужа. Дорогая моя, это самое плохое, что могут делать родители, для своих детей, когда им говорят, давай вернись домой. Никогда своим детям так не говорите. Если это ее выбор, вы его отдали замуж, теперь доверяете ее судьбу. Где я вырос, всегда говорили такую вещь. Что бы ни было, оставайся с мужем. Найди общий язык с мужем. Укрепи свою семью. Моя мама всегда, я услышал, как моим сестрам говорили она так. Ты знаешь, я осталась без мужа. То есть мой отец, когда авария попала, мама осталась 10 детьми без мужа. Она всегда говорила сестрам так, что бы ни было, как бы ни было, если тебе выгонять из двери, через окно заходи. Если просто тебе тысячи раз ругать, две тысячи раз проси прощения, но сохрани свою семью. Потому что ты понятия не имеешь, какая боль, какое страдание имеет человек, который без мужа живет. То есть женщина, которая без мужа живет. Поэтому я рекомендую вам молиться за него. Она все будет нормально. Это вопросы во времени. Они, наверное, скорее всего, они еще молодые. В молодости бывает такое, что иногда мужчины, они горячие. Вот видите, если вы уже такой совет давали, что дочку, что давай я тебе заберу оттуда, соответственно, что-то похожего ваш взгляд почувствовал, что-то не будет. Если поначалу все было хорошо, потом что-то такое произошло, скорее всего, что-то такое было в воздействии третьей страны. Вы, получается, третья страна, которая влияет на их смену жизни. Не вмешивайтесь, пожалуйста. Я много в семье видел, что где мама вмешивалась, она, в конце концов, заканчивалась болью, разводами и так далее. Да, мама добилась своего, но и только, в конце концов, дети потом не простили свои родители за то, что они вмешивались когда-то и развели их. Конечно, и положительно тоже в практике видится, что родители вмешивались, и семья распалась, и она благодарна маму за то, что так. Но таких очень мало. Из 10 один. Но из 10 девять потом со временем осознают, что зря послышали маму, потеряли семью, и они, наоборот, потом ненавидят родителей. Поэтому я хочу вам сказать, если она за мужем, пусть слушает своего мужа. Так и говорите, делай то, что твой муж говорит. Делай то, что твой муж говорит. Служи мужу. Если вы поддерживаете ей, что делай то, что твой муж говорит. Со временем это дойдет до вашего зряда, и зряда будут начинать понимать, что вы за, чтобы у них в семье было все хорошо. Тогда это все будет нормально. Вы не беспокойтесь. Ваши беспокойства будут отражаться на вашей жизни. Ваши ожидания когда-нибудь потом осуществляются. Если вы будете положительны, ожидания иметь, это произойдет. А если вы будете опасностью, осторожностью, приживать, ждать, что вот-вот что-то произойдет, и это тоже могут случиться. Поэтому, пожалуйста, молитесь за них, отпускайте их, пусть Бог даст им хорошую жизнь. Потому что, в конце концов, ваша дочка, она должна с мужем оставаться. Вы не можете с ней оставаться всю жизнь. Рано или поздно родители уйдут от жизни. Единственное, кто останется с вашей дочкой, это его муж. Вы должны это очень хорошо осознавать. Счастья вашим детям. Добрый день, Санур Раджавов. Что можно делать с ребенком, чтобы он или она не попал в депрессию? В приходном возрасте как надо относиться к ребенку, особенно к девочке. Ничего не нравится ей, в классе ни с кем не дружить. То, что знает в классе, не может ответить. Это бывает такое. В таком возрасте бывает. В приходном возрасте бывает. Ваша задача, как родители, знать интересы своих детей. А то, что ничего не хочет, это последствия. Она же изначально не была такая. Это последствия. То есть, это она потом стала такая. Это означает, что, возможно, она в каком-то возрасте, она не почувствовала либо поддержку, либо восхищение, либо как-то, скажем, она старалась, постоянно его били по рукам. Постоянно она что-то там, можно сказать, она потеряла уверенность, другими словами. Вы сейчас начнете каждый день, используя мягкую силу. Запомните, с детьми надо разговаривать, используя мягкую силу. Что такое мягкая силу? Я говорю, каждый день, стратегия, капелька воды, по чуть-чуть, по чуть-чуть, немножко даете доброта, немножко даете любви и немножко наставления. Каждый день, запомните мои слова, каждый день. Вы сядьте с ней, расскажите, говорите, что послушай, я знаю, таких случаев много бывает. Расскажите о своей жизни, когда в вашей жизни были такие случаи. Расскажите, что и у вас были такие трудные минуты, что вы тоже иногда потеряли, вы тоже не сами идеальны. Чтобы ребенок не думал, что как будто она плохая и у него только не получается. Нет, а вы должны дать ей понять, что единственное, кому она может максимум опираться, доверять, это вы. Продолжайте так относиться, продолжайте так говорить. Со временем они это чувствуют. Помните, по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день. Это, а вы хотите, чтобы за один день она стала умная, за один день она поменялась. Много родителей так хотят. К сожалению, с человеком это не работает. Вы можете дом поменять, вы можете ремонт поменять быстро, но сознание человека, восприятие человека годами надо работать, чтобы она изменилась. Поэтому попробуйте, попробуйте просто стать хорошей матерью, хорошим отцом для нее. Вот и все. Попробуйте выбрать время для них. И я даю вам слово, что если вы замечаете, что они делают, если поддерживаете, что они делают, и каждый день по чуть-чуть наставления делите о духовности, у вас должна быть тема, которая между вами. Просто говорите. Вы внимательно обращайте, они делают это или нет. Сначала просто вы продолжаете говорить. Они постепенно к этому придут. Создайте атмосферу, атмосферу, которая в семье садится в лучшую, вдохновляющую атмосферу, а не такая, которая друтся между собой. Понимаете, не давите на нее морально. Не говорите, почему ты так не делаешь, почему ты ничего не хочешь, почему ты не такая активная. Не обвиняйте ее. Потому что она и так, и так в депрессии. Она и так, и так себя чувствует, знаете, потеряна. Наоборот, поддерживает, что она любит. Однажды с моей дочкой было так. Моя дочка, она очень активная. Моя дочка, понимаете, она выросла как лидер. Я же знаю своих детей, я же видел, как она выросла. Но потом какой-то момент, она чувствовала какой-то, от того, что меня постоянно не бывает рядом с ней. И она скучала, она, понятное дело, мы давали то этой школы, то того школы, то того школы. Соответственно, она не успевала адаптироваться. Мы давали ей английский класс. И понимаете, она не умела говорить. Ей было очень трудно. А я всегда, я это чувствовала со стороны, издалека. А потом я взял, ставил перед собой программу, каждые два дня с ней поговорить по 10-20 минут. Стабильно, где бы я ни был. Каждые два дня я разговаривал с ней. Доченька, что было у тебя сегодня урок? Как это было? Что ты делала? Первую неделю, да, хорошо, нормально, все хорошо. Ну да, ну пап, ну уроки были. Она была первую неделю такая. Но вторую неделю она начала по чуть-чуть рассказывать мне. На третьей, на пятую неделю она ждала моего звонка. А через месяц, через месяц, она начала рисовать, она начала снова вот раскрываться. Она начала такие вещи писать. Она такие стихи начала писать. Она так была жизнерадостна. Это слова мне передавать. Я сказал, дочь, ты должна знать. Я всегда люблю тебя и любила. И всегда буду рядом с тобой. Я всегда пойму все, что бы ни происходило в твоей жизни. Понимаешь? Иначе я не буду себя чувствовать реализованным отцом. Так что ты можешь доверять и полагаться на меня любой путем. Всегда. Понимаете? Это один из самых важных моментов. Делать вот так. Думаю, что это для вашего ребенка будет работать. Здравствуйте, наставник. У меня такой вопрос. Не знаю, как правильно поступить с мужем. У меня к нему пропал весь интерес. И боюсь, что любовь тоже. Дело в том, что он балуется наркотиками, курит коноплю, а потом присел на амфетамин. Он себя наркоманом не считает. Он говорит, что я себя накручиваю. А это противоречит всем моим принципам. Я веду здоровый образ жизни. Я верующий человек. Но он очень нервный и часто срывается на меня и детей. У нас двое мальчиков. Я много раз по-хорошему с ним разговаривала. Просили перестать употреблять. Старалась вдохновить его на новую жизнь. Он даже попадал в тюрьму. Я его вытащил оттуда. И все равно продолжает. Я раньше была зависима от него. Потом начала слушать вас. И мои доходы выросли в 10 раз. Я могу уйти от него, но не уверена, что это правильно. Потому что есть дети. Но я чувствую, что уже не люблю его. Он уничтожил своими наркотиками все чувства к нему. Он меня раздражает. А я еще молодая и красивая. Хочу быть счастливой. Подскажите, как правильно поступить? Уйти или терпеть? Правильно ли мечтать мне о другом хорошем муже? Дорогая моя, вот что я вам скажу. Семья – это такое чистое, такое зеркальное, такое чистое, что она хрупкая. Хрупкая, она может, если его уронить, и потом его снова создать, тоже тяжело. Поверьте моим словам. Если у вас остался шанс 1%, вот из 100%, 99% шанса нет. Осталось 1% шанс сохранить семью. Лучше борьтесь за это 1%. Пока вы видите, что это возможно, пока вы видите, что это поможет ему спасти его, ради детей попробуйте. Но всю свою жизнь ради детей жить тоже неправильно. Поэтому попробуйте сначала ради детей. Попробуйте до него донести. Дайте ему время. Дайте еще чутье ему время. Попробуйте изменить его окружение. Это один из лучших способов. Просто изменить его окружение. Попробуйте. Попробуйте каждый день включить вот этот YouTube канал, когда я выступаю, или кто-то похожий на такие тренера, о успехе, о мечте, о вдохновении и так далее. Или ключи ты слышишь, типа дома делайте дела и так далее. Он будет ходить туда-сюда, туда-сюда. И это все равно в голове будут как капельками, по чуть-чуть, по чуть-чуть накопиться. Со временем он задумывается будет. Он будет меняться в двух случаях теперь. Первый случай, если вы помогаете ему создать атмосферу и среду. И второй, когда вы уйдете. Если вы уйдете, тоже поменяется. Почему? Потому что он сильно будет задуматься. Очень сильно будут задуматься. Хотя, если у него есть чуть-чуть любви к детям и так далее, точно будут задуматься. Но до этого не надо довести. Я бы не рекомендовал разводов и так далее. Разводы, они это крайний случай. Почему? Потому что всегда успеет развестись. Но когда вы видите, что чрезмерно это он переборщил, переборщил и ничего не остается вам делать, тогда развести это будет лучший способ. Но это самый последний. Ассалам алейкум, наставник. Зовут меня Умар. У меня такой вопрос к вам. Учусь в Москве по пожеланию родителей на юриста. После года обучения понял, что в этой сфере не хочу дальше продолжать работать. Заставляю себя идти на учебу и так далее. Мне больше нравится сфера недвижимости, архитектура и инвестиции. Много смотрю ваши рубрики, следую вашим советам. Решил бросить универ и пойти работать, чтобы найти способ заработка в бизнесной недвижимости. Но за родителей проживаю. Как они отреагируют? Очень нужна в вашем ответе наставник. Помогите мне, пожалуйста. Дорогой мой, образование юриста ты можешь в любое время приобрести. Поверь моим словам. В любое время ты можешь просто... Я не учился юриста, но можно открывать законы, просто подбирать те законы, которые тебе нужны. Понимаешь, сейчас технология позволяет по ключевым словам набираешь и полностью сразу изучаешь все законодательства. Налоговый кодекс, гражданский кодекс, какой предпринимательский кодекс, какой тебе нужен. И для этого тебе не надо постоянно, чтобы 5 лет потратить, чтобы стать юристом. Ты можешь в краткосрочной курсе пройти и сразу понять, как это делать. Так что я одобряю тебя. Если тебе она не по душе, не трать свои годы жизни. Если она тебе не по душе, не переживай, родители поймут. Родители, они не враги для тебя. Они хотят тебя видеть успешными. Понимаешь, это самое важное. Профессия, сам по себе образование, это не цель. Образование, это средство, чтобы мы могли лучше жить. Сам по себе образование, они являются как лестница, по которым надо подниматься на другой уровень жизни. Поэтому, дорогой мой, если ты видишь, что вдохновляет тебя, вот туда и иди. Что вдохновляет, потому что ты там будешь счастливым, ты там будешь быстрее добиться успеха. Здравствуйте, уважаемый Садмурад Раджабов, Садмурад Давлатов. Можете мне посоветовать, что делать в данной ситуации? У моей жене очень тяжелый характер. Проживаем совместно с ней шестой год. Двое замечательных дочерей, но у нас ссоры каждый день. Вроде я работаю, обеспечиваю, не пью, не гуляю. Она испортила отношения с моим родителем. Я живу только ради дочерей. Особенно младшая дочка. У нас с младшей дочерью особенный связь. Она ближе ко мне, чем к матери. Я не могу ее оставить и не могу тоже жить дальше с женой. Спасибо за ваше время и здоровье вам. Пожалуйста, дайте совет. Родной мой, поговорить с мамой отдельно, поговорить с женой отдельно. Если вы вместе живете, попробуйте отдельно жить год, полтора, два. Все будет нормально. Просто в одном кухне иногда два хозяйка не помещаются. Вся проблема в этом. Редко есть такие женщины, которые, как снаха называется, или свекровь, или как, могут вместе жить. Поэтому по отдельности поговорить с каждым из них. Это раз. Второе. Проявляйте чуть-чуть дисциплинированную жесткость. Это очень важно. Не бейте, не ругайте. Жену скажите, послушай, ты моя жена, она моя мат. Я не хочу быть между вами, между двумя огнями. Я люблю тебя. Ты мат моих детей. Я не хочу оставить тебя, оставить детей. Пожалуйста, но одновременно я не могу оставить мат. Ты должна это понять. Давай осознаем. Завтра и ты станешь мат. У тебя будут дети точно так же. Пожалуйста, не надо эту причину от маленькой муха превращать в слона и привести к разводу семьи. Знаете, воспитывайте своих жен через духовности. Воспитывайте их в хадисе пророков. Покажите им лучшую жизнь. Понимаете, воспитывайте их. Говорите им. Быть покорными. Если вы не пьете, не гуляете, заботитесь о ней, немножко вам не хватает мужественной жесткости. Если вы действительно обеспечиваете, если вы действительно как муж заботитесь, если вы действительно как муж все делаете для нее, вам надо иногда женщину держать вот так. Потому что природа женщины такой. Это действительно так. Мы хотим, не хотим это так. Поэтому найдите мою книгу «Что не знает женщина о мужчинах?» прочитайте несколько раз. Но никогда не бейте жену и детей. Никогда. Всегда выражайте уважение, любви. Говорите, не ты, почему ты так делаешь, почему ты так делаешь и так далее. Не обвиняйте ее, не обвиняйте маму. Наоборот. Всегда говорите, что я могу делать, чтобы тебе было легче. Что я могу делать, чтобы ты могла найти общий язык с мамой. Ходите маму иногда. Знаете, в свое время, что я делал? В самом начале. Чтобы между моей женой и между моей матерью формировалась хорошая симпатия друг к другу. Каждый раз, когда я ездил домой, я что-то покупал сам в магазине, привез маму и сказал, мам, это жена передала. А потом, когда вернулся домой, что-то покупал и жену привез и сказал, это подарок тебе мама передала. Знаешь, знаете, иногда вот так, иногда, когда вернулся домой, я помню. Несколько раз я заметил, что, ну, сначала как-то не заметил, потом заметил, что жена с осторожностью смотрит на меня. Наверное, думает, что вот сейчас он поехал домой, но, наверное, его настраивают против меня. Это у женщины бывают такие геморрой между ушами. И тут вот в таком подходе и она ждала с осторожностью так. И я думал, интересно, почему она как-то вот так реагирует, думает, что как будто сейчас я буду чем-то ругать или обвинять или что-то. На самом деле это не так. Но я приходил и говорю, это мама передала тебе, она благодарна тебе и так далее. И когда два раза, три раза так делал, самое интересное, на третий, четвертый раз, когда собирался полететь домой, первым делом моя жена говорит, я там взял пакетик, отвезите маму, пожалуйста. И когда каждый раз, когда оттуда-сюда вернулся домой, и всегда мама, ты послушай, я твоим детям и женам кое-что готовлю, забери, пожалуйста. То есть таким образом, понимаете, в свое время пророк Салава Салам сказал, что дарите подарки друг другу, заботитесь о друг друге, это укрепляет ваши отношения. Поэтому все то, что спасает вашу семью, то и делайте. Не надо говорить, что я ради семью готов умирать, ради семью там мир завоевать. Да нет, надо сначала переоборот, какие-то маленькие там, боли, ошибки, гордине. Надо делать все то, что помогает сохранить семью. Это намного важнее. Еще у вас все получится, вот увидите. Добрый день, Сайдмур Раджавович, аноним. У меня такой вопрос. Я познакомилась с парнем, который очень мне понравилось. И в целом это взаимно. Мы не нравимся друг друга, мы очень хорошо друг друга понимаем. И во многом похоже, но у нас разные религиозные понимания. Не помешает ли это в будущем? И стоит ли мне продолжать наше общение? Что иметь ввиду под разным религиозным пониманием? Понимаете, религия это является тот территорием, который является убеждением человека. Понимаете, его внешность поменять легко, образование поменять легко, деятельность поменять легко. Но убеждения и жизненные ценности, они формируются на базе религии. Человек опирается на религии, когда у него не получается, когда ему трудно, когда он ошибается. Он опирается на религии и таким образом он развивает внутри себя стержень, внутренняя стойкость. Поэтому, если вы видите, что совсем разный взгляд в этом, лучше бы не создать семью с этим, потому что это меня невозможно. Это будет очень трудно. Но если вы посмотрите на его глобальные жизненные потребности, к чему он стремится в жизни, вот это понимаете, глобальные жизненные потребности. Если у него есть интерес к спорт, он всю жизнь будет заниматься вокруг спорта и так далее. Если у него интерес к образованию, он будет этим заниматься. Если у него интерес к музыке, Понимаете, это как тонкая нитка жизненной ценности проходит на все периоды его жизни. Если у него сильное стремление, какие глобальные потребности, какие политики, он всю жизнь будет заниматься политикой. Так что это жизненные ценности человека, они не меняются почти. Изменений будут очень мало. Поэтому, если вы можете это принять, я не говорю это терпеть, я говорю, если вы можете это принять и помогать человеку в этом реализовании быть, тогда вы хотите замуж, женитесь, не смотрите, даже если взгляды иногда по религии не совпадают. Но если глубокие жизненные потребности, вот это жизненные ценности, они не совпадают, трудно будет. Дорогие друзья, ставьте лайк под эту рубрику. Рекомендую своим знакомым друзьям, ставьте под эту рубрику, пожалуйста, хотя бы минимум от трех до пяти ключевые идеи, ключевые мысли, ценные советы, которые вам помогли и которые вам для вас оказалось, что это нужно. Вот пишите их, что вы брали из этого рубрика для себя. Спасибо вам.